В прошлый раз мы вдохнули жизнь в фигуру. Она стала перемещаться по полю случайным образом. Но у пользователя нет возможности ее поймать. Игра не реагирует на нажатие по фигуре. Давайте это исправим. Один из наиболее простых способов реагировать на взаимодействие пользователя с элементами интерфейса использовать различные Gesture Recognizer, или иначе распознаватели жестов. Их существует достаточно много стандартных, а также можно создавать свои собственные, унаследовав их от UI Gesture Recognizer. Рекогнайзеры можно добавить визуально с помощью интерфейс-билдера. Они находятся в палитре объектов, как и все другие элементы, которые мы добавляли ранее. Вернемся к нашему Main Storyboard. И в палитре объектов напишем Gesture. Здесь перечислены стандартные рекогнайзеры. Нам нужно ловить жест нажатия, или иначе тапа. Поэтому первый элемент, Tap Gesture Recognizer, как раз то, что нам нужно. Перетащим его на целевой объект, наш треугольник. Рекогнайзер появился в самом конце списка корневых объектов иерархии сцены. Чтобы понять, к какому объекту относится тот или иной рекогнайзер, нужно нажать на нем правой кнопкой и посмотреть состав раздела Referencing Outlet Collections. Если навести на него, фигура подсвечивается. Обработчик срабатывания рекогнайзера можно создать уже привычным методом, как IB Action. Закроем правую панель Откроем ассистент И протянем IB Action От рекогнайзера Выберем Action Type Наш рекогнайзер И name object tapped Внутри функции традиционно напишем функцию print, чтобы убедиться в работоспособности нашей конструкции. Запустим игру Попробуем нажать на фигуру Странно, в консоли не появляется ожидаемое сообщение Можно предположить, что сама платформа обладает хорошим интеллектом и не вызывает обработчик нажатия, так как мы не начали игру. На самом деле все намного прозаичнее. У UI View и всех его наследников есть свойство User Interactions Enabled. Если оно установлено в истину, то представление может получать пользовательский ввод. Например, нажатие. Если же оно установлено в ложь, то любые взаимодействия пользователя с этим объектом будут проигнорированы. И перенаправлены объектом, расположенным под ним. По умолчанию, это свойство установлено в ложь для всех наследников UI View, кроме контролов. У нашего Image View оно также ложь. Это легко проверить, найдя его в палитре свойств. Закрываем ассистент. Выделяем треугольник и открываем палитру свойств. Флажок действительно не установлен. Исправим это. Запускаем снова. Нажимаем на треугольник. И видим, что в консоли появилось долгожданное сообщение. Можем двигаться дальше. При тапе на фигуру, нужно ее перемещать и увеличивать счет игры. Код для перемещения фигуры у нас написан в методе startGame. Там, где мы создавали таймер и вызывали fire. Так как он нужен нам еще в одном месте, вынесем его в отдельную функцию. Откроем ассистент. Закроем правую панель. И здесь иерархию представлений. Создаем функцию. Выделим код в startGame про таймер. Вырежем его. И вставим в новую функцию. Добавим вызов reposition image with timer в startGame. И вызовем эту функцию в обработчике нажатия на фигуру. Удалив print. Переходим в object tab. Удаляем print. И вызываем нашу функцию. Для счета необходимо завести новую переменную. Назовем ее score. При старте будем ее обнулять. Добавим код в начало startGame. А при окончании игры нужно обновить информацию про последний счет. Создадим переменную для надписи. Делаем это с помощью IB Outlet. Назовем переменную scoreLabel. И обновим ее текст при окончании игры. Для этого добавим код в конец stopGame. Добавим увеличение счета в функцию обработчик нажатия на фигуру. Object tab. И в конце увеличиваем счетчик. Теперь снова запустим игру и посмотрим, что получилось. Нажмем начать и несколько раз попадем по объекту. Как минимум он перемещается. Остановим игру. Последний счет также обновился. Он показывает количество успешных попаданий по фигуре. Нажмем на фигуру еще раз. Она переместилась, хотя игра не запущена. Нужно добавить проверку на то, что игра запущена при обработке нажатия на фигуру. Добавим код в начало object tapped. А вообще, было бы хорошо показывать фигуру, только когда игра активна. Обновим функцию update.ui. Если игра активна, показываем фигуру. Переходим к update.ui. И в начало добавляем нашу проверку. При запуске приложения поле выглядит так, как мы настроили его на сториборде. При этом в коде зашито уже достаточно много логики, описывающей правильное отображение элементов. Это и время игры, и счет. Сейчас еще и видимость фигуры. Чтобы нам не приходилось следить за соответствием storyboard тому, что делает код при дальнейшей жизни игры, вызовем обновление UI функции viewed.load. Переходим к функции. И в конце добавляем вызов update.ui. Запускаем игру. Фигура не видна. Начнем играть. Фигура появилась. Я попробую попасть по ней три раза. Раз, два, три. И остановим. После завершения фигура исчезла. Счет все так же обновляется. Поздравляю. Мы сделали свою первую игру. В этом видео мы познакомились с концепцией gesture recognizer, научились включать и выключать получение событий и взаимодействия пользователя с определенным представлением, а также скрывать определенные view. Хотя игра стала полностью функциональной, есть ряд мест, которые можно сделать лучше. В следующем видео мы полностью переделаем игровое поле. Выполним его как произвольную или кастомную view. Продолжение следует... ... Продолжение следует...